Первое событие. Фратри исполнилось 16 лет, с чем мы еще раз откровенно и от всей души поздравляем. И сегодня на матче будет небольшой перформанс, посвященный этой дате. Второе событие – это возвращение, наконец-то, возвращение Миши Девинского, нашего заводящего, который был судим за то, что на футболе непосредственно был заряд, как я уже вам рассказывал в Питере, про господина Дюкова, с чем мы не согласны, не согласны с той системой нашего чемпионата. Сегодня Миша возвращается, сегодня мы с ним встретимся, поговорим, как вам было без футбола, братва. И, конечно же, хочется вас поблагодарить за поддержку, которую вы нам оказали в последнем выпуске после выезда в Питер. Еще раз хочется отметить тот факт, что мы увидели, что зенитчики, вот даже 7-1 их не успокоило, все равно они там трубят, трубят, трубят в этих комментариях, какое мясо плохое. Это еще раз подтверждает, что мясо топ и номер один. Ладно, погнали на футбол, Дневник фанатов, мы начинаем. Все нормально, брат, снова в кадре. Здорово, Вася. Здорово. Миша, ну поздоровайся с братвой и расскажи, чем занимался полтора года. Спортом. Спортом, с семьей. Работаешь в детском доме, насколько я знаю, правильно, воспитываешь деток. Да. А без футбола как тебе? Судя по отзывам, как-то все очень скудно и уныло. Ты вообще, ну естественно, следил за всей ситуацией, что происходило в команде, что происходило на трибуне. Кстати, хотим сказать сразу, чтобы все вопросы пропали. Фратри на встрече с командой и клубом не было, вот, поэтому не спрашивайте нас, мы не знаем, что там происходило. Не в курсе. Ты как думаешь, что должно измениться в нашей команде, чтобы игроки хотя бы задвигались, хотя бы задвигались? Блин, я на самом деле даже не могу знать, как так происходит, что мы, например, предсезонку, нормально же была предсезонка. Да, там, ну, и потом что-то начинают игроки играть не так, как они играли предсезонки. Ну, невозможно сломать игру, типа, за такой короткий пробежок. Да, и это поэтому странно. Я не знаю, что нужно произойти и что должно произойти. Блин, все видят одну беду в Братаке. Это семейство, которое встало у руля, которое натыкало везде своих людей, меняет их, перетасовывает, манагеров, вся эта чехарда вот здесь сидит. Кстати, хочется сказать, сейчас появился прям буквально на днях канал в НСТ, ребята, не знаю, кто сделал, Фидун Ау, там называется, поэтому для тех, кто не видел, ссылочка будет в описании, посмотрите, почитайте, очень интересно. Ну, поначалу было довольно тяжеловато, ну, потому что ты привык двигаться в определенном ритме. И у тебя, например, вот, жил ты, жил дома. Кто-то тебе говорит, нет, братан, теперь ты живешь в другом месте. И тебе нужно привыкать по-новому к этому ритму жизни, заполнять то пространство, которое у тебя освободилось, сейчас другим. Благо, у меня много различных увлечений, но и семья, как бы, еще тоже есть. Но дело в том, что, когда тебя лишают чего-то важного в твоей жизни, части твоей жизни, то это, конечно, поначалу тяжело, потом более-менее привыкать. Правда, что вот эта вся история началась после видео, которое появилось, где заряжали про Дюкова? Да, да. Из-за этого, да? Ну, я не могу с точностью утверждать, насколько это, ну, ну, просто, понимаешь, на втором суде она даже не уходила принимать решение. И все доводы, и то, что клуб писал, и Рыгбинник писал по поводу меня, она даже не смотрела в суде, а просто уже у нее было готово решение. Тебя забанить на полтора года. Поэтому вот эта апелляция была такая. Первым матчем за полтора года какой-то легкий мандраж, что-то такое есть? Есть такое, конечно. Я как будто впервые опять ухожу. Заряды не забыл, нет? Заряды есть у меня. Пару новеньких. Мы-то пока ездили в Екатеринбург с Рыбинным клубом, придумали один новенький, сегодня сделаем. Семь, если ты не против, сегодня немножко тебя поснимаем на секторе, и выпуск, в принципе, посвятим тебе и второму событию, Фратрии 16 лет. Большая, большая дата, собственно, и большое возвращение тебя на стадион. По поводу Фратрии, на самом деле у тебя есть какие-то воспоминания, прям ключевые, связанные с Фратрией? Конечно. Я помню 2005 год, и все движухи, которые делали, это всегда было мощно. Сейчас просто не лучшие времена ни для Фратрии, ни для футбольного клуба, ни для болельщиков. Сейчас какая-то яма, и я надеюсь, мы все вместе все преодолеем. Великий и могучий займет по достоинству свое место, а Фратрия свое. Я помню, Фратрия был таким пацаненком, мне всегда хотелось попасть в эту всю движуху, я всегда старался быть ближе к активу, там мы ездили на первое рисование, для меня, знаешь, было что-то прям во-во-во, поэтому ребята из Фратрии, которые реально, я уже сказал, ночами там рисовали. Ты сам ребята из Фратрии. Я, в принципе, сам, ребята из Фратрии, да, эти легендарные лужники, когда на весь стадион делали акции, баннеры, это лишь бы нам дано коснуться совершенства. Короче, куча воспоминаний, парням еще раз удачи. Фратрия, ну, актив, вообще фанатский актив, в свое время, 12 лет назад, повлиял на перемены в руководстве клуба. Это была акция на Лукоиле, не заправляю. Я, братан, до сих пор на Лукоиле не заправляюсь, я тебе скажу так. То есть такое, на Газпроме на Лукоиле. Тогда же был Шавлой Черчесов, по-моему, вот эти все времена. Еще, как бы, Фратрия дала огромный импульс вообще для всего российского фан-движения. Все начали создавать подобие и начали создавать свои ультаргруппировки, объединяться, да, там, коллективами различными в объединение. Все, ну, то есть это было начало для всех. Ну, что, парни, всем привет. Сегодня мы делаем перформанс дню рождения одной из старейших организаций московского «Спартака» в Фратрии. Изначально у нас была задумка сделать один текст, но в ряду всей ситуации в клубе, вокруг клуба и с непонятной игрой клуба, мы ее решили немножечко доработать. Изначально у нас была задумка сделать текстовик размером 60 на 4,5 метра «Наша сила, любовь к родному клубу». Это текст из одной из первых песен Фратрии. Но мы его решили немножечко, как я говорю, доработать. А доработку вы увидите уже непосредственно на матче. Ачимуй сезон за сезоном! Ветер, Стоп и вся Москва! Ненавидец СССР! Ветер, Стоп и вся Москва! Ненавидец СССР! Ачимуй сезон за сезоном! Ачимуй сезон за сезон! Клуб не может стать чемпионом! Клуб не может стать чемпионом! Потому что все футболисты! Ачимуй все футболисты! Приводонние аналисты! Приводонcja! Друзья, привет! Еще раз, в общем, матч закончен, ничего там мы грандиозного не увидели и в принципе и не ждали. Сегодня мы, главное, вам показали Такой небольшой сюжет Про нашего заводящего Миша Рассказали вам про ребят из Фрадрии Про ребят, которые сделали сегодня такой легкий перформанс Бедате, посвященный Держине Фрадрия Вот, ну что На заряд снимайте майки И мы с Партаковым говно Игроки просто стояли и смотрели на трибуну Хочется отметить, что было после Когда основная часть трибуны ушла Бакаев подбежал к трибуне Отдал свою майку И при этом ее взяли В таких случаях, ребят, если вы уж пришли На трибуну Север, хотя понятно, что на трибуне Север Очень много пассажиров, но раз уж вы пришли Вы эту майку должны были кинуть назад Больше ничего говорить не хочу, всем спасибо Дневник фаната, увидимся на стадионах